Дворовая инфраструктура Детям интересно и качели, и горка хорошая, и покрытие, и порядок, и скамеечки есть, и родителям посидеть, и урны, куда выбросить мусор. Все очень прекрасно. Здесь мы, я думаю, найдем на любой возрасте и занятия, и увлечения, и подрастет она нас тоже найдет, чем здесь заняться. Рядом с живым комплексом располагается также пять детских садов и четыре школы. Однако дворовую инфраструктуру строили не только с учетом пожеланий самых маленьких. Их родители также смогут заниматься спортом, не выходя из собственного двора. На территории открыли зону воркаут с силовыми тренажерами и турниками. В день открытия мастер-класс для новоселов провели профессиональные спортсмены. Для тех, кто предпочитает профессиональные тренировки, в шаговой доступности есть несколько фитнес-центров. Для любителей командных видов спорта – футбольная площадка. Она находится на уровне второго этажа, поэтому матчи смотрятся особенно зрелищно. Это еще и экономия пространства. Прямо под площадкой разместили парковку. Вот так оно должно быть. Должны быть спортивные площадки, должны быть цивилизованные стоянки для автомобилей. Должны быть зоны отдыха как для детишек наших, так и для молодежи. Ну и те, кто хочет заняться спортом. Поэтому и те, кто из застройщиков вовремя на это отреагировал, они сегодня продают хорошо свои площади. У них нет проблем с реализацией. Кто еще живет по старинке, пускай получится. Сейчас в моде экологичность, поэтому жилой комплекс «Прогресс» построили на берегу Волги, вдали от шумных трасс и загазованности. При этом до центра 15 минут на машине. Из окон открывается вид на Волгу. Там, где мы что-то делаем, мы хотим делать это хорошо, делать это для людей, для жителей. И делать это для того, чтобы люди, которые у нас жили, поминали нас неплохим словом, так скажем, а были рады, благодарны и оценивали нас с хорошей стороны. Всего в жилом комплексе 6 домов. 4 уже сданы, на подходе еще 2. Так что астраханцев еще есть возможность купить квартиру в современном микрорайоне. Сергей Рожко, Наталья Фомина, Вадим Матасов, Центр новостей.